Воденцово на базе школ заработали лагеря с дневным пребыванием. Торжественная церемония открытия прошла в Центре эстетического воспитания. Порядка 20 тысяч ребят сегодня пришли в лагеря, которые находятся при общеобразовательных школах. Порядка 500 человек уедут отдыхать за пределы Оденцовского округа. Не только на базе школ будут отдыхать Оденцовские девчонки и мальчишки. В самом Центре эстетического воспитания разместился лагерь «Солнечный». В него зачислены самые одаренные воспитанники учреждения дополнительного образования. Всего 75 ребят. Их уже распределили по трем отрядам. Это самые одаренные, самые трудолюбивые, самые талантливые. И естественно, чтобы для них это лето было интересным, наши педагоги подготовили интересную программу. Но возраст в данной ситуации играет, конечно, большую роль. Преимущество с 10 до 16 лет. Вожатые, а ими стали педагоги учреждения, подготовили для отдыхающих интересные и веселые игры. Помимо спортивно-развивающих занятий, в режиме дня предусмотрены кружковая работа и выездные мероприятия. Они будут ходить и в самые интересные места нашего города. Будут выезды. Все по плану. Все рассказывать не буду, чтобы детям было интересно. Лагеря с дневным пребыванием находятся в черте города. А это значит, что каждый отдыхающий должен на отлично знать правила дорожного движения. Как вести себя вблизи проезжей части, ребятам рассказал специальный гость из Одинцовского отдела ГИБДД. У нас наступает лето. Все будут играть, кататься на велосипедах, на самокатах. А лето должно пройти безопасно. Поэтому давайте с вами повторим правила дорожного движения. И как раз я узнаю, как хорошо вы их знаете. Праздничный концерт подготовили воспитанники центра. Это детские творческие коллективы, конфетти, «Дети солнца», «Живая вода» и другие. Праздник завершен, а здоровительная кампания в Одинцовском округе только началась. По примерным подсчетам она охватит примерно 80% жителей муниципалитета в возрасте от 7 до 15 лет. Мила Тарасевич, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцова».